Я обращаюсь от имени жильцов дома номер 5 по Волочаевскому проезду, от имени жильцов дома номер 3 по Волочаевскому проезду и от имени жильцов Соборная 68А по поводу застройки отрога от оврага, проходящего по улице Соборной. Этот лакомый кусок, он многие годы привлекает застройщиков и пытается построить на этом овраге что-нибудь. То восьмиэтажный дом, теперь автостоянку, как нам сказали, а что на самом деле здесь будет, мы не знаем. И хочется обратиться к генеральному прокурору Игорю Краснову и президенту Владимиру Владимировичу Путину разрешить нашу проблему, помочь в этом нам, жильцам, потому что нас просто взяли в резервацию, можно сказать, огородили дом забором. Мы не можем подъехать к дому, к нашему дому не может подъехать ни скорая помощь, ни пожарная машина, ни МЧС. Здесь вдоль улицы Соборной проходит газопровод высокого давления. Существует охранная зона у каждого газопровода. Строить на этом месте категорически запрещено. Тем более, что здесь находится оползневая зона. Хочется, чтобы власти и города, и нашей страны обратили на это внимание и помогли нашим жителям. Здесь нельзя ничего строить. Мы неоднократно обращались в Волжский район, в администрацию, и нам обещали здесь построить зеленую зону для наших жителей, пенсионеров, детей. Но ВОЗ и ныне там. Вдобавок ко всему, сейчас перекрыли улицу Соборная. Подъехать, проехать вообще нигде нельзя. Все. Застройщик свой забор поставил на проезжей части Волочаевского проезда самого. Не только по Соборной они закрыли, но и Волочаевский проезд отцепали. И здесь будет, как мы понимаем, платная автомобильная стоянка, но существует такое понятие, как СНИП. И от торца жилого дома с окнами расстояние должно составлять не менее 15 метров. От именно окна. Здесь оно меньше, намного это видно. Но есть проблема куда больше. Вот это вот дошкольное образовательное учреждение, детский садик. И от него, по этому же СНИПу, расстояние должно составлять не менее 25 метров. Но не от окна, а именно от границы территории. Здесь, ну, сколько? Десять, если наберется, то хорошо. Хотелось бы выяснить. Я не знаю у тех, кто данное решение принимал, кто дал разрешение на застройку. Да и застройки нет никакой, не стоит ни паспорта, объекта, ничего нет. Мы не понимаем, что происходит. Территорию оградили, нам сказали, ну, как бы, смиритесь. Нарушены вообще-то все законы. Вот представьте себе, идет улица. Кусок под стоянку, улица пошла дальше. Это как так можно сделать? Это вообще, это немыслимо. Тротуара? Тротуара у нас нет, мы не можем ходить. Выперли, даже 20 сантиметров выперли туда дальше. Это же немыслимо. Вот попробуйте оформить что-нибудь. Сколько нужно пройти вот этого всего? Тут все быстренько, все оформили. Кто такой? Вот это такой вопрос интересный. Почему человек один делает стоянку, а вот столько людей страдает от этого? А представьте, у нас какая экология будет, если здесь стоянка будет. Тут будет каменный мешок, и вот эти все будут дети бегать. Выезжать без конца. Уже сейчас, уже сейчас транспортный коллапс. Мы не можем разъехаться. Машины стоят вот так уже, люди ругаются. Прошу власти, прошу разобраться. Вот мы уже не просим, мы требуем, хватит просить. Пускай освободят хотя бы дорогу. Прям вот на этой неделе мы требуем, чтобы дорога была освобождена. А потом уже с трубой, с газовой разбираться. Потому что пожар может быть в любой момент. Как пожарные подъедут? Каким образом? Во-первых, там течет ручей. Вот все время течет, все это знают. Там течет ручей. Вот. А над ручьем идет газовая труба. Вот то, что там строят, это же давление на газовую трубу. Ее может повезти, она может лопнуть. Утечка газа и все. Рядом детский сад. Снимите прям, что он рядом. То есть мы злите им. То есть мы все боимся. А частный сектор как будет, если вот так вот пожар загорится? Как это будет? Завалили газовую трубу. А потом нам будут соболезнования слать, да? Нам не нужны соболезнования. Нам нужны действия от власти.